здравствуйте дорогие друзья сегодня вам покажу несколько работ готовых уже к оформленных и не только вышивки еще хочу показать вам очень красивые акварели но это как говорится на сладенькая а сейчас я вам покажу вышивки светлана из карелии прислала нам на оформление вот такой букет я думаю что это лука с я все время не знаю как правильно говорить лукас или лука с но посмотрите какие очаровательные розы черника в вазочки но розы шикарный коллектива переход от зимы к этому светлому времени это второй букет уже один сегодня наши подарили коллектив наш можно сказать какие розочки красивые ух ты мой спасибо огромное как не все еще спасибо огромное праздновать будем или ролик снимать оформили мы ее в пластиковый багет посмотрите какой красивый как здорово получилось здесь вот вот в этом проемчике в багете как раз такой же фон как вот здесь вот на вышивке вот такие акценты и получилось очень гармонично мне кажется а потому что прислала их светлана из карелии город сейчас я скажу какой город пудаш город пудаш из карелии такая красота молодец так аккуратненько вышло небо так научиться вышивать ровненько но мне еще далеко до такого качества но здорово и Играет музыка Дорогие друзья, вот Кирилл мне напомнил, что сегодня очень много у нас вышивок будет из других городов. Я очень хочу холода. И мне надоела эта зима плюс 3, плюс 5. Ну что это такое в Санкт-Петербурге? Я помню еще те времена, я, конечно, давно живу. Я помню еще те времена, когда было минус 30, минус 40. А сейчас плюс 3, плюс 5. Ну что это такое? Где снег? Где Дед Мороз наш? Хочу холода. У меня для вас очень хорошая новость. 11 февраля мы приезжаем в Новосибирск, а 12 февраля в Екатеринбург будем проводить встречу вышивальщиц. Приходите, приносите ваши вышивки, алмазные мозаики, вышивки бисером, старые вышивки своих мам и бабушек. Приносите. Даже если вы начинающая вышивальщица, приходите, приносите свои вышивки. Мы вам поможем, что-то подскажем, поделимся своими секретами. Кто не умеет вышивать, научим вышивать. Приходите, будем пить чай, общаться. Будет очень весело и интересно. Вся информация будет под роликом, где и когда. И еще, пожалуйста, ставьте крестики в комментариях, для того, чтобы мы понимали, сколько вас придет. Если захотите сдать вышивки на оформление, мы их заберем и потом пришлем вам транспортные компании, СДЭКом или Почтой России. Если не хотите оформлять, все равно приносите, приходите. Мы просто пообщаемся и похвастайтесь своими работами. Буду вас ждать. Вера Михайловна из Петербурга принесла нам на оформление вот такую замечательную работу лентами. Посмотрите, это ей сделали подарок. Это просто царский подарок. Посмотрите, какая красота. Здесь и жемчужные бусы, и вышивка лентами по принту. Ну, как будто бы они живые. Посмотрите, какая красота. Эта работа закрыта стеклом, поэтому здесь была сделана очень широкая дистанция, для того, чтобы розочки не примялись и выглядели фактурно. Посмотрите, как здорово это получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, вот посмотрите этот сюжет. Такой замечательный. И вышита эта работа гладью. Это прислала нам из Кемерово Людмила. Посмотрите, какая красота. И сейчас я вам еще буду показывать вторую работу. Ее же и тоже гладью. Посмотрите, вот это вот багетик пластиковый, Санкт-Петербург. Двойное паспарту. Здесь золотой кантик у нас. На багете тоже золотой узорчик. И посмотрите, вот как это сочетается с этой работой. Мне кажется, очень мило получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, а сейчас я вам покажу, акварели, которую привезла нам Светлана из города Каменка Пензенской области. Описала эти акварели ее подруга, которая живет в Москве, Галина Галушко. Я думаю, что правильно я называю фамилию. И вот это, когда мы их оформили и выставили их, я выставила ВКонтакт у себя на странице, Галина связалась с нами, написала мне. И мы с ней переписывались. Мы там ошибку допустили в ее фамилии. Но, в общем, оказывается, она Галушко. Я думала Галушко, а оказывается Галушко. Но что хочу сказать, что очень многие из вас подумали, что это вышивки. И хотели бы вышивать и такие сюжеты. Напишите в комментариях, хотели бы вы вышивать эти сюжеты. Работы замечательные, очень красивые сюжеты. Редактор субтитров А.Семкин И вот еще одна работа Галины. Посмотрите, как прорисован пейзаж. Каждая веточка, каждый купол. Небо такое красивое. Все настолько аккуратно проработано. Очень красивые работы. Просто замечательные. Я бы вот такой сюжет с удовольствием вышла. Потому что такие пейзажи прекрасные. Это московские дворики, московские виды, городские такие пейзажи. Это монастырь и храм Пресвятой Богородицы. Посмотрите, какая красота. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok И следующая работа у нас тоже Галины. Посмотрите, здесь вот настолько живой снег передаётся. Как это можно написать, чтобы снег был абсолютно живой? Вот как будто бы его можно взять и слепить комочек. И человека написать акварелью, это, ну, мне кажется, очень сложно. Вообще техника акварель очень сложная в написании. Потому что здесь, если что-то вдруг у тебя пошло не так, и ты её испортил, уже не поправишь. Это не то, что картина маслом там можно стереть и как бы повторить и один раз, и второй раз, и третий. То здесь, если ты ошибёшься, уже не поправишь. Поэтому она, мне кажется, пишется с первого раза. Нужно писать уже так, чтобы было идеально. Посмотрите, как замечательно всё написано. Субтитры создавал DimaTorzok И вот четвёртая работа Галины. Посмотрите, здесь храм написан в зелёных тонах. Ну, по всей видимости, какой он есть вживую. Паспарту мы подобрали тоже в зелёных тонах. И рамку такую же. Все работы оформлены в едином стиле, если вы заметили. И многие пишут в ВКонтакте мне, что очень тёмное паспарту. Мы со Светланой пробовали накладывать разного цвета паспарту. И наверх в том числе мы накладывали светлое паспарту. Такого эффекта не происходит. Вот когда тёмное паспарту сверху, тогда картина выделяется. И смотрится совсем по-другому. Потому что когда светлое паспарту, всё-таки оно немножко отвлекает внимание на себя. А здесь получается, что зритель смотрит как будто бы в какую-то... Как в телевизор, как в окно. Вот представляете, мы всякие варианты пробовали. Но вот это получилось лучше всех. КОНЕЦ КОНЕЦ И, как говорят, вишенка на торте, у нас вот такая замечательная вышивка. Посмотрите, вышивала её Наталья из Санкт-Петербурга. Я точно не знаю, чей набор. Дело всё в том, что если кто-то знает, девочки напишут. Обязательно напишут, чья это схема. Замечательно. Это три ангела. Я бы назвала Вера, Надежда, Любовь. Но нет их мать, мать их Софьи, её же здесь нет. Поэтому нельзя так назвать. Но посмотрите, какие замечательные ангелы. Такая масштабная работа. Большая. Мне кажется, это Голденкайт, если я не ошибаюсь. Но не буду утверждать. Не знаю, не помню. Вот посмотрите. Нам уже такую работу приносили. Та была чуть-чуть поменьше в размерах. Но это прекрасная просто работа. Работа очень масштабная. И труд, конечно, титанический. Это что-то невероятное. Я не знаю, я преклоняюсь перед такими женщинами, которые такие работы вышивают крупные. Я не знаю, сколько бы лет я вышивала эту работу. Но девчонки молодцы. Вышивают прямо такие размеры огромные, прекрасные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, на этом сегодня все. Мы показали вам несколько работ и очень замечательные акварели. Я думаю, что обязательно напишите комментарии, понравились или не понравились. И как вы относитесь к такой живописи? Мне кажется, прекрасные работы. Очень мне понравились. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И берегите себя. Мы вас очень любим. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok